И всем привет, с вами Ростиксон, и в этом видео я покажу вам, как можно зарабатывать отличненькие такие хорошие деньги, каждый день торгуя мемкоинами с помощью фотон, и вы можете зарабатывать даже больше, чем я, и это будет гораздо удобнее, чем на дексах. Мало кто знаком с фотон или же знаком, но не знает всех настроек, которые следует использовать, и секретов, которые могут значительно улучшить вашу торговлю. Эти настройки могут либо спасти, либо разрушить вашу сделку, я не шучу. Если вы никогда не пользовались фотон, вам нужно нажать на ссылку в описании. Я часто провожу конкурсы среди своих рефералов, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. И еще также у вас будет скидка при регистрации, ну и вы мне поможете, спасибо вам большое. Настройки, о которых я хочу поговорить, находятся в вашем профиле. Затем перейдите в настройки, и здесь у нас есть не только комиссия за транзакцию, но и приоритетная комиссия и сумма взятки. Это две разные комиссии, но они могут привести к одному и тому же результату. Поэтому нам нужно понимать, что происходит на блокчейне, потому что когда я размещаю заказ здесь, почему валидаторы, которые люди подтверждают транзакцию, решают поставить мою транзакцию на вершину или на дно их списка? Того, что они будут подтверждать. Так что мы можем видеть все транзакции и знать, как сделать нашу транзакцию быстрее. Ну то есть, чем больше мы ставим вот это значение, тем быстрее пройдет она у нас транзакция в блокчейне, да? И начинайте с малых сумм, просто почекайте, потыкайте, задавайте вопросы в комментариях, в моем чате, и мы идем дальше. Прожмите пока лайк. Начальные инвестиции и настройки комиссии. Так, большинство людей, начинающих с MemeCoin, инвестируют половину саланы, или же вообще там 1 сотую, 1 десятую, иногда даже меньше. Так что, если я возьму настройки, которые у меня здесь, 0,01, мы могли бы сказать, что я на уровне 0,01, что составляет где-то примерно 2 за каждую сделку. Теперь, как вы видите, этого недостаточно, и мне нужно быть на уровне 0,03 как минимум. И если я изменю это, тогда будет 4.27. Большинство людей не нуждается в такой высокой сумме комиссий. Почему? Потому что даже если вы хотите, чтобы ваша транзакция была быстрой, вам не нужно быть самым быстрым и самых быстрым. Потому что, когда валидаторы получают все транзакции, они просто расставляют их в блоки по приоритету. И нам нужно быть самым быстрым и самых быстрым, если мы покупаем в самом начале, да? Это уже больше к снайпингу. На данный момент я бы сказал, что автонастройки будут лучшими. Так что, таким образом, вы сохраните часть денег, и при этом же будете быстро обрабатывать все. И здесь мы видим, что если я настрою это, то у нас будет 0,05, что означает 7 за каждую транзакцию. В какой-то момент это будет такая же цена, как и торговля на эфириум. Да, довольно много, но давайте перейдем к тем, кто только начинает. Подключение кошельков и начало торговли. Итак, когда вы хотите начать работу с фотон, вам нужно использовать ссылку в описании, чтобы не попасть на неверную ссылку, получить скидки, помочь мне, развитию канала. Благодарю еще раз. Как только вы подключите свои кошельки, они дадут вам за это специальную штучку, и вы сгенерируете свой ключ. Это то, что вы будете использовать для получения средств. Рекомендую сохранить ваш приватный ключ. Вы можете сохранить его где угодно. Вы можете записать его на письмо, отправить вашей бабушке, потому что она хранит каждое письмо, которое вы отправляете. И вам нужно отправить немного Солана. Для этого вы можете использовать любой кошелек, который у вас есть в сети Солана. Или использовать биржу. Я отправил немножко Солана для теста, так что это будет идеально. Можем начать изучать рынок, как торговать. Первая страница, которую вы видите, это новые пары. Здесь вы видите все, что произошло за последние 24 часа. Также здесь можно найти токены по фильтрам. Есть возможность быстрой покупки токенов, как в BullX. Настраиваться сумма покупки. После чего можно совершить покупку, например, на половину Соланы. Быструю покупку можно убрать кнопкой, если она не нужна. Итак, у нас есть новые пары, у нас есть фильтры, которые мы рассматриваем, и DEX. Теперь мне нужно показать вам несколько важных сведений здесь. У нас есть объем, количество транзакций, сумма транзакций, рыночная капитализация. Так что мы можем все это видеть здесь. В данной странице много мелких рыночных капитализаций. Почему? Потому что у нас есть PumpFun. Вместо того, чтобы торговать на PumpFun, что может быть довольно сложно, или проверять, что происходит на DEX Screener для монет, который появляется на Radium, Фотон имеет преимущество в том, что все собрано в одном месте. Теперь, если я хочу торговать мемкоинами, я покажу вам лучший способ. Итак, я удалю PumpFun. Затем я также удалю Орка и Метеора. Почему? Потому что новые пары, которые появляются в этих пулах, обычно создаются на Radium. Так что это не имеет смысла. Здесь я могу установить QuickBuy. QuickBuy будет важен, чтобы просто покупать и продавать монеты сразу. Например, если я нашел здесь, он купит на 0,05 салан этой монеты. Как видите, что я говорил раньше, я купил на 0,05 салан, и у меня было 3 саланы. Теперь посмотрите на мой баланс. Сколько у меня? У меня 0,95. Нет, у меня 0,9. Почему? Из-за комиссии. Заработать можно не только на этом, а еще на том, что если вы являетесь моим рефералом, вы уже имеете шанс получить награду за регистрацию и торговлю. Теперь, чтобы снизить комиссию, вам нужно зайти в настройки. И здесь я собираюсь изменить это, потому что я снова плачу 0,05 салан в виде комиссии. Если я делаю маленькие сделки, я собираюсь разместить ту же сделку. Знаете что? Я не буду ставить никакую приоритетную комиссию. Я не буду добавлять никакую сумму взятки. Давайте проведем этот тест. Вернемся к нашим активам. Скоро мы увидим, как сделать график, чтобы его читать. Давайте попробуем разместить еще одну покупку QuickBuy на 0,05. Посмотрим. На самом деле, мы успешно купили ее довольно быстро. Итак, нужны ли были эти настройки? Нет. И вы видите, здесь я потерял всего 0,05 салан. Так что проблемы с этими настройками. Даже если они хороши, я думаю, их можно уточнить, потому что они не для всех. Это только если вы знаете, что делаете, что нужно идти на эти уровни. Только, скажем так, опытным. Мы же можем понизить комиссии максимально, да? Если вы торгуете с более большим балансом, тогда все будет по-другому. Вам не нужно быть таким быстрым. Что вам нужно, так это быть защищенным. Поэтому я включу защиту MEP. Потому что, когда бот видит, что вы собираетесь купить, скажем, 5 сол монеты, он может найти способ купить ее до вас. И в том же блоке у меня будет мой заказ на покупку. И из-за этого мы можем потерять какой-то процент от наших денег. Защита от MEP и настройки. Итак, у вас будет ордер на покупку на 5 сол. Но я его уже купил. Цена выросла. И в том же блоке я продам вам. Таким образом, вы сможете потерять от 10 до 50% своих доходов. Это безумие. Но так происходит. Вот почему, если вы торгуете крупными суммами, я приглашаю вас включить режим безопасности. То есть MEP. И конечно, я рекомендую установить сумму взятки немного выше. Напомню, для тех, кто зарегистрирован по моей ссылке, у них будут скидки. Они мне помогут, я думаю, сделать для них какие-нибудь розыгрыш. Спасибо вам большое. Я очень стараюсь. Это видео очень сложное. И монтажер над ним работал. Поэтому спасибо большое за поддержку. Использование трендов и новых пар для поиска возможностей. Теперь время понять, какие настройки нам нужно использовать, чтобы найти лучшие монеты для инвестирования. Мы будем использовать тренды, новые пары и затем MEMScope. Начнем с трендов. Тренды это топ 100 токенов по транзакциям в выбранный период времени. Хорошо, я могу установить тренды на 1 минуту, 5 минут, 30 и 1 час. Обычно 1 минута будет немного особенной. Теперь у нас есть разные данные. Результаты аудита, мин, disable, freeze, аудитория, disable, help people. Это немного шумно. Если вы торгуете токенами, созданными по фану, у нас есть маленький логотип здесь. Потому что у них уже есть все эти вещи. Теперь, что вы можете видеть? Это топ-холдеры. Сколько топ-холдеры держат? Много или нет? Что произойдет, если люди, стоящие за проектом, не сделают это умно? Давайте проверим этот. Например, он выглядит как плохой токен. Так что вы видите, что этот токен быстро вырос. Нет красной свечи на PumpFun. Я всегда проверяю график, какой он был на PumpFun. Если я проверяю, что происходило в комментариях, для меня это сомнительно. Я бы не стал вкладываться в это. И теперь мы видим, что он вырос, а затем вернулся сюда. Я всегда меняю графики здесь. Мне нравится иметь рыночную катабилизацию, потому что, не знаю, труднее читать цену. Так что он вырос до 300к. Неплохо. И теперь он делает некоторую стабилизацию здесь. Но он в тренде. Так что они, вероятно, используют объемный бот. Я бы так предположил. Хорошо, что мне нравится Photon. Это то, что вы получаете транзакции довольно быстро. Для трендов мы будем делать все это. Обычно нам не нужно беспокоиться об этом. Это будут мунт 10 холдеров. Действительно зависит, потому что некоторые люди не беспокоятся об этом. Но тем не менее, рыночная катабилизация это то, где мы будем устанавливать определенные настройки. Например, если это на раннем, рыночная катабилизация ниже 30к нет смысла. Это означает, что она упала. Почему я это говорю? Потому что, когда это выходит с PumpFun, она уже достигла рыночной катабилизации 60к. Так что, если она попадает сюда и ниже 30к, это нехорошо. Объем. Вы можете устанавливать что-то. Транзакции, покупки, продажи. Снайперы на покупку. Вы можете иметь все это. И эти настройки меняются каждые 6 месяцев. Например, топ-10 холдеров или сегодня... В общем, по крайней мере, один социальный показатель. Это не означает, что это будет работать. Потому что некоторые мемкоины запускаются сегодня без какого-либо социального присутствия. Единственный показатель это PumpFun, как в случае с FrappidDog. Например, когда я имел массовый рост до рыночной катабилизации 35 миллионов долларов. А у него не было вообще никаких социальных сетей. Итак, я собираюсь проверить на популярном мемкоине. Я все еще с рыночной катабилизацией. Хорошо. Теперь еще один важный момент. Всегда в мемкоинах это выбор временного интервала. Здесь у нас 15 минут. Большинство людей будут торговать на 1 минуте или 5 минутах. Теперь, поскольку это большая рыночная катабилизация, как бы я сказал, каждые миллионы рыночной катабилизации вы можете добавить минуту в ваш график. Так что здесь я буду в основном торговать на графике 15 минут, 30 минут или даже час, или даже 24 часа. Потому что это большой и популярный мемкоин. Но когда вы будете видеть, что мы торгуем мошенниками маленькими, которые будут на графике 1 минуты. Так что давайте останемся здесь на графике 5 минут. Мы можем исследовать разные вещи, транзакции. Так что хорошо видеть транзакции, чтобы видеть сумму. Хорошо. Общий сал. Создатели мы можем фильтровать по этим людям. Например, что мне нравится проверять. Я хочу узнать, кто сделал заказы более чем на 10 сал. Я хочу видеть проведенное большого капитала. Поведение. Потому что мягкий капитал не двигает рынок. Всегда большой капитал. Запомните. Это очень полезная функция. Так что этот парень продал на 12 сал. Этот парень продал на 30 сал. И это покупка и продажа в одной транзакции. Так что это явно меф здесь. Меф означает максимальная дополнительная ценность. Это трудно произнести. Так что они покупают и продают в одной транзакции. Именно то, что я говорил. Так что все, кто не ссил в себя от меф, попадают в ловушку. Давайте еще раз объясним. Меф это когда бот покупает прямо перед вами, повышает цену. Вы покупаете по высокой цене и он тут же продает. И на этой разнице зарабатывает. Вы можете проверить другие видео, где я показываю некоторые запуски на PopFan. Также подписаться, поставить лайк. Посмотреть мои гайды на BullX. На этой мечтой мы вполне базировано и очень сильно разобрали фотон. Весь кондиционал. Ссылочка будет в описании. Вы сможете найти. У вас будет скидка. Вы мне поможете. Я очень старался. Очень устал. Очень благодарен. Напишите SigaMiga в комментах, если вы досмотрели до этого момента. И удачи!